Так, ну мы, наверное, сначала возьмём повозку в Маркарт, и оттуда уже начну пешее путешествие. Пройти придётся нормально такое расстояние, то есть получается от Маркарта придётся, в принципе, идти до Фолкрита целиком. Оттуда можно будет взять повозку до Вайтрана, и там забрать как раз третий артефакт. Ну, в принципе, такой вообще неудобный максимально треугольник, но это единственное, что приходит мне в голову, если я хочу сделать всё, и при этом ещё потом вернуться обратно в Солитюд, блин, это, да, неплохое, неплохое путешествие. Меня как-нибудь до... Может, там у Маркарта есть что-то поближе, нет? Да, Маркарт. Я при этом, наверное, не очень хочу заходить в Маркарт. Вот нет. Единственное, что надо сделать в Маркарте, это записку там положить, да? Получается. Ииии, всё, так ли мне это нужно? Даже к тому, что не то, что мне это нужно, я... Не то, чтобы прям очень сильно, в смысле, холодно. Я понял, придётся зайти. Выбора особо нет. А, хотя не, нормально. Ну, спать только разве что хочется очень сильно, но я думаю, можно перекантоваться где-то найти, потому что еда у меня есть. Да, вот так вот, хоп-хоп. И вообще всё отлично. Помыться в любом случае, пока я сейчас буду бежать. Вот, а спать это уже максимальная форма, да? А, нет, это так просто, фатик. Но всё, ещё на 20%, конечно, поунижает сам. Это кто здесь? Джулианос! Джулианос! Мой хороший. 123. Джулианос! Не признал своего же. Ну, всё, побежали. Так, только побежали, значит, сначала нефритовая статуэтка где-то в пределе. Это, конечно, потрясающее описание. Что делать? Слушай, надо скорее прокачать способность, которая, типа, уменьшает на 100% стоимость... ...заклинание ученика. Идите-ка вы оба внутрь, отдохните. Я передам Яру. Проблема на шахтах. Всякое бывает. Что у меня случилось с меткой? Почему она меня ведёт куда-то... ...куда-то в Маркарт просто мне показывает? Хотя... ...очевидно, что как раз статуэтка где-то передо мной. Что-то непонятное с навигатором. Но про нефритовую статуэтку Аурен сказал, что она находится в руках у каких-то бандитов, то ли они перехватили какую-то повозку, то ли что-то такое. Соответственно, по идее, я так понимаю, что это будет либо какая-то их база, кстати, она вот уже здесь. Поэтому надо бы, наверное... Да, я сейчас с ними быстро электричеством разберусь. Это бандиты, они достаточно глупые, будут стоять рядом друг с другом. Это вот это? А, ну вот, лагерь, да. А-а-а, они уже с кем-то дерутся даже. Ребята! Ха! Так, это я не в вас. Это я не в вас, не надо. Ну, мужик, ну, труп горит, ну, может быть, не надо в него... Хорошо, последняя ошибка, согласен. Последняя ошибка. Абсолютно полностью согласен, ошибка действительно последняя. Так, вот нефритовый воин. Это первое, что нужно отнести Ауриену. Так, септимы отмычки. Эликсиры. Так, а вы разберетесь с этим лагерем, надеюсь? Чтобы они сюда больше не возвращались никогда. А то знаю, как это работает иногда. Зачистишь сначала место с бандитами или что-то такое. А потом туда они просто берут и возвращаются. Так, опять... О, оно разделилось. Оно разделилось как-то очень странно. Это, наверное, из-за... А. Угу. Мне как будто вот эти вещи настоятельно просто не показывают. Это очень странно. Сначала подумал, что, может быть, это из-за того, что у меня... Ну, из-за... Господи, Килкрита. Где... Сначала я зашел, потом я вышел и... Возьми это и храни у себя. Чего? Я потом вернусь и заберу. И хорошо тебе заплачу. Не потеряй. Чего? Мне не до разговоров. Вздумаешь вилять или хитрить, я тебя прикончу. Я серьезно. А ты уверен, что ты меня прикончишь? Чего ты мне дал? Какой-то меч. Просто две... Древний нордский меч. Ладно. Так, следующая остановка Изабель. Изабель, которая предала свой орден. Я, правда, все еще не понимаю, почему я иду выполнять... Что это было сейчас? Чего? А? I'm not going to be able to live that one town. Literally. А? Ладно. Маркарт странный. И его окрестности тоже. Очень. Так, вперед, вперед, вперед. Короче, можно бежать до Фолкрит, и пока не добегу там... Маршрут прямой. О чем я говорил? Я не понимаю, что-то постоянно происходит? Меня это сбивает? А, я говорил о том, что я не понимаю, почему я продолжаю выполнять задания. Ну, нас тут предали, иди убей. Я как будто... Ну, я кто вообще? Так, где Беллы? Не, ну, просто описанное в записке действительно очень сомнительно звучит. Если уж такова воля, если уж это дошло до меня. Хотя мне тоже нравится, что уже считают, что я какой-то здесь местный герой. В принципе, мне казалось, что события, которые происходят в коллегии Винтерхолда, они как-то ею и ограничиваются. Ну, оказывается, нет. Не могу сказать, что я помог прям уже большому количеству людей. А-а-а! Ну, только не так! Ну, нет! Как-то надо... Магнус, аутарь! А этой скорости хватит вообще? Иди сюда, давай! Твою ж мать! Фу! Вот что я терпеть по-настоящему не могу, это живность. Потому что все эти саблезубы... Вот волки еще, хрень, саблезубы, блин, саблезубы, это просто... Они так больно бьют. И тем не менее, аутарь Магнуса. И при этом почему-то я могу все здесь брать. У Дибелла это считалось воровством, ладно. Магнус мне особо не интересен. А что он дает? Подожди. Вот где вообще у него? Вот светилище. Так, 10% шанс поглотить вражеский снаряд и восстановить магию. Понятно. А, кстати, Магнус вроде тот... Бог, который как раз лишает полностью меня регенерации магии и дает только во время молитвы. Возможно. Но мне вот эта вся вот история не нравится. То есть, опять же, можно делать, в принципе, все, что угодно. Что это такое? А почему здесь все мертвы? Солнечный проход. Смотри, следит за мной, а? Что тебе надо? Я к тому, что, ну, действительно, можно что-то интересного из этого сделать. Что с вэнсианской магией. Что с условием, что у меня нет регенерации, но при этом все очень дешево сильно стоит. Просто мне, опять же, почему это не нравится, потому что это дает какие-то ограничения. Стандартный набор магии, он, конечно, тоже дает ограничения, но... Скажем так, я просто могу не использовать магию каждые 2 секунды, и у меня, ну, всегда будет возможность что-то сделать. В отличие от всех остальных условий, потому что, например, та же вэнсианская магия... Блин, вэнсианская магия учитывала каст заклинания, даже если оно ничего не стоит. То есть, у меня есть навык, который позволяет мне не тратить ману и без каких-либо усилий использовать заклинания новичка или ученика. Ну, ученика пока нет, но будет. Но вэнсианская магия при их использовании все равно бы тратила вот эти слоты, которые 20. Поэтому, не знаю, по крайней мере, если это и использовать, то тогда, когда ты уже очень крутой маг, у тебя много заклинаний, ты знаешь, как именно ты будешь ими пользоваться. Но, соответственно, возникает проблема с использованием навыков типа бега, типа вот чисто функциональных. Что самое интересное, вэнсианская магия это школа изменения. При этом ты качаешь школу изменения. Здравствуйте, до свидания. Или не до свидания. Какая-то повозка, может нужна помощь? Да ладно, серьезно. Господи, смешные такие. Я просто сначала увидел некромантов, подумал, ну и что дальше? Но тут какая-то повозка, вряд ли я кому-то смогу помочь. Ну, так посмотреть. Ау! Какого черта? Ну, как-то ни следов ничего нет, да? Нет, вот это точно не моя война. Это Фолкред, там какая-то деревня. Так, остановочка мне, кстати, сюда. Действительно моя остановочка. А как это они здесь живут в... Они живут в руинах? Они обустроили руины как... Жилые помещения? Прикольно. Не то, чтобы я в таком жил. Я хочу какой-то дом. Ну, вот, чтобы это был лесочек. В лесочке... Ну, или, я не знаю, какое-то поле. Чтобы в этом поле у меня... Было свое помещение. В этом помещении я мог делать все, что угодно. Что у меня там были все, ну, нужные мне блага. Желательно какой-нибудь выставочный зал для всяких артефактов. Ну, это... Это опционально больше. Так, вот сюда, да, иду? Правильно. Нет, кстати. Вот нифига неправильно. Окажется, что правильно. Так. В лес заходить... Без щитов нельзя. Друид. Так, у меня все правильно стоит, надеюсь. Слышь, друид. Он посохом каменного атронаха использовал какое-то совершенно непонятное заклинание. Помогите! Тихо. Это она где-то здесь должна быть уже. Если она была в каком-то крутом ордене, скорее всего, у нее есть снаряжение. Наверняка. Это, во-первых. Во-вторых, у нее должно быть какой-то, не знаю, лагерь, убежище. Возможно, она с кем-то. Вот башня, например, какая-то стоит. Башня Баннер Мист. А это оно и есть вроде, да? О ней говорилось в записке. Господи, я вас умоляю, идите сюда. Что ты клянешься? Так, ну, она точно здесь. Это я об этом практически не сомневаюсь уже. Ого. Не-не-не-не, Забель. Не твой день. Совершенно. Вот она. Да, и вот ее снаряжение, кстати. Веридиан. Это обычный меч. Веридиан Калышема. Что это вообще? Что это за название? А, тут полный, полный набор всего снаряжения. Здесь есть, что это? На Алибарду похоже. А я это унесу с собой? О, тяжелая броня. Блин, это тяжелая броня, серьезно. Это грустно, что это тяжелая броня. Да, я не могу ничего нести. Слушай, ну... Выглядит так, что я бы это носил. Но... Поздно уже. Сколько там я в легкую броню закинул? Ну, нормально я так в легкую броню закинул. Я все-таки хочу перемещаться. Слушай, этот меч, вот он мне выдал. Надо что-то выкидывать. Это у меня откуда? Это мне не надо. Так, ну, в остальном это просто бандиты, так понимаю. Че она с ними вообще засела? На что она рассчитывала, не понимаю. Это очень круто выглядящее снаряжение, если честно. Но, типа, тяжелая броня... А нельзя как-то перековать, чтобы вот тяжелая стала легкой? Вот внезапно. Просто выглядит прикольно. Выглядит как что-то, что я бы носил, когда... Мы уже полноценно перейдем на... Ну, когда я адекватно научусь сражаться руками. Да? Чтобы можно было комбинировать заклинания ближний бой. Но с тяжелым, наверное, это будет проблематично. Хотя, я уверен, там в тяжелых доспехах есть какие-то навыки, которые помогают, грубо говоря, полностью компенсировать весь вес. И, типа, использовать тяжелые как легкие. Но это надо время. В тяжелые могу ходить как-то... Такое. Сейчас до Фолкрида дойдем. Там в таверне остановимся. Я посмотрю, как это вообще выглядит на нове железные стрелы. Как-то бедненько. Даже сундука нет. Да. Короче, кроме брони можно было ничего не смотреть. А из Фолкрида можно, кстати, сразу, да, в Вайтран переместиться тогда. Я, наверное, сразу так сделаю. То есть я не буду остановляться в Фолкриде. Давайте в Вайтране посмотрим броню. Слушай, а вот я даже не знаю, тут быстрее будет до Фолкрида добежать или до Вайтрана. Непонятно. Доспехи, конечно, классные, да. Можно будет меч взять. Хотя бы. Хотя бы меч. Я еще, кстати, между тем у меня... Короче, были попытки. Я нашел мод, который позволяет... Ну, он просто, видимо, не совсем правильно работает с предметами, которые изменены другими модами. Короче, я пытался сделать так, чтобы мы могли разочаровывать все, что угодно. То есть это буквально мод, он так и называется. Desenchant Everything. И он не работает. Ну, по крайней мере, на робу Архимага не распространяется. Но прикол в том, что роба Архимага, она как бы уже находится под модом. Она уже видоизменена. По-моему, это ко мне. Я тебя повсюду еще. Да-да. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Что-то еще? Посмотрим. А, наверное... Вроде все. Ладно. Да, письмо. А как он узнал? Как он узнал, что я убил ее? Ну-ка. Дорогая Нова, новость о твоем триумфе над Изабель Фроссель уже добрались до меня в Хайроке. Твоя героическая репутация полностью себя оправдала. Прикрепляю к этому письму некоторые мои оставшиеся эффекты, включая чертежи. Возможно, ты сможешь ими воспользоваться. Таким образом, я надеюсь, что дух рыцаря Веридиана продолжит существовать через тебя. О-о-о! Какой-то обруч. Вот. Да, тяжелая броня на 25 единиц более эффективна. И это тоже тяжелая броня. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Так, он дал мне какие-то планы. Ну-ка. Впереди нормари планы. Ну, это, я так понимаю, как оно. Да. Короче, эти планы позволяют крафтить. Ну, пока у меня, типа, эта штука в инвентаре. Слушай, кстати, можно посмотреть. Может быть, там есть чертеж легких доспехов. Ну, а они... Они рыцари. Скорее всего, у них только тяжелые доспехи. Я как-то сомневаюсь. Ну, надо посмотреть. Вот. И, короче, да. Моды, которые позволяют разочаровывать любые артефакты, вне зависимости от того, уникальны они или нет, он не работает на те предметы, которые уже видоизменены, потому что он не понимает, что это такое. Видимо. Поэтому с роба Архимага полный вообще облом. Но, в принципе, это только с роба Архимага. Ну, и масками. Потому что маски я бы тоже, конечно... Менял. То есть Маракей мне нравится. Я не могу сказать, что я прям тащусь, когда в ней хожу. Потому что я персонажа не вижу. Она, конечно, симпатичная. Но все равно хочется чего-то другого. Там собрать полноценный какой-то сет. Симпатичный. Сделать это просто так, ну, не получится. Но, с другой стороны, у Маракея там эффект какой? Маракей дает... Из того, что мне нужно, по крайней мере, это что магия регенерируется на 100% быстрее. Ну, неужели я не найду предмет, который зачарован на регенерацию магии и не смогу просто усилить там до 100%, грубо говоря? Мне кажется, мало что мне помешает такое сделать. Так, это все не совсем то. Где Фолкрит-то? Скоро до него. А, я не в ту сторону завернул. Какой я молодец. Придется круг делать. О! Это будет зрелище. Чего? Где? Можно здесь уже просто полоску взять. Давай, до Вайтрана. Почему-то постоянно полоски беру именно Вайтран. До остальной бегаю. Ну, ладно. Вот. Так что сейчас посмотрим, как это выглядит. Не знаю, потому что мне нравится. Но тяжелые доспехи. Во-первых, это уровень надо в тяжелые доспехи. Во-вторых, в принципе, это тяжелые доспехи. А еще они зеленые. Мне нравится, как они выглядят, но они зеленые. А я хочу черное, белое, синее. Ну, какое-то такое, потому что я почему-то ориентировал. Я не знаю, у меня персонаж соотносится с каким-то цветом. Вот у меня почему-то новая, она как будто синяя. Вот я не знаю, почему. Я там синие глаза делал. Хочется чего-то синего. Сейчас зайду к Адриане. Хотя нет, у Адрианы заказывать что-то, это очень сомнительное мероприятие. Очень сомнительное мероприятие. Поэтому, наверное... Наверное, я просто посмотрю, что там с этими чертежами вообще можно сделать. Опять я здесь. А как мы тех бандитов не нашли? Я же был в Адране. Блин, я так надеялся, что я в Адран прибуду хотя бы к вечеру. А сейчас буквально час дня. Давай перекусим. Хочется просто спать. Спать днем не хочется в то же время. Поэтому не знаю. Так, ладно, давай посмотрим, как выглядит сет. Ибо выглядит он, конечно, наверное, классно. Так, с этим я еще разберусь. Многие вещи нужно мне в сундук, конечно, скинуть уже. Так, ну, грубо говоря, из того, что бы я носил... Значит, бедра, щит, вряд ли, наплечники, шлем. Пока подожди, перчатки, ботинки. Нарочи сама по себе кераса. Это что? Это под... Короче, локти. Не знаю. Так, и можно сделать вот так. Я грязный. Но, блин, как это круто выглядит. И как я медленно перемещаюсь при этом. Вот. Ну и, грубо говоря, это выглядело бы вот так. И там, не знаю, в левую руку электричество, допустим. Ну, вообще замечательно же, ну. Это если учитывать... Хм. Ну, смотри, ну, зачаровать ее. Вот зачаровать эту броню. Она же не зачарованная никакая, да. Она, правда, не то, чтобы очень много доспехов дает, но все равно дает нормально. Ну, вот так это выглядело бы. Ну, шлем так себе, да. А шлем... Шлем вряд ли. Ну, вот тут эффективность. Что у нас по уровню? Ну, и... И дай-ка мне посмотреть, какие у нас есть невероятные возможности у тяжелой брони. Могу ли я заставить ее работать плюс-минус как легкую? Рейтинг увеличивается. Половина урона от падения. Рейтинг полного комплекта. Тренировки позволят отклонять атаки при ношении полного комплекта. Больше не надо надевать шлем. Вот такой есть. Штандарт ополчения. Увеличивает урон от оружия ближнего боя. При ношении полного комплекта тяжелой брони на 30% меньше урона. Полный комплект тяжелой брони. При атаке противника есть 20% шанс стать неуязвимым к ошеломлению. Огненный урон. Поднятие рук. Полный комплект. 75% меньше урона при падении здоровья ниже 15%. Штандарт ополчения. Так, а здесь что? Надежда тяжелая броня весит в 2 раза меньше и в 2 раза меньше замедляет ваши движения. В радиусе 20 фунтов рейтинг брони союзников повышен. От вашего рейтинг брони скелетов школы колодовстана. Понятно. Ну вот это, короче, вот этот навык в 2 раза. Вес. При ношении полного комплекта тяжелой брони запугивайте противников в радиусе. Получив урон. Короче, есть один навык, да, который позволяет компенсировать в 2 раза все, что у меня. Ну, в принципе, нормально. Пока что я, конечно, оденусь обратно, но неплохо, неплохо. Так, ботинки. Там, возможно, что-то на мне еще осталось. Что такое здесь? Так, амулет саласа. Вот, на меч классный, действительно. То есть я бы вот с ним ходил. Так, хочу ли я? Хочу ли я? Ладно, пошли тогда к бандитам. Сразу разберусь уже с этой проблемой. Потом вот от них можно будет вернуться. Это же все, да? Подожди, а, 3 артефакта. Один я взял. А, проблема в том, что еще один около рифтона, что... Ё-моё. Да, как минимум надо, короче, разобраться сначала с этими бандитами, и потом пойдем... Потом, видимо, в рифтон. Че еще делать? Ну, вообще, интересно. Он же дал мне чертежи. Может быть, все-таки есть легкая версия. Просто зачем мне чертежи, если броня уже у меня есть? Логично? Мне кажется, да. Поэтому, наверное, там есть что-то еще. Либо просто другие виды оружия. Потому что здесь элементарно что-то. Малибарда и меч, да? Ой, змея, вот тебе больше всех надо, скажи мне. Сейчас доколебет меня еще. Вот, а так вообще, конечно, ну, музей круто, но надо будет найти место, где я займусь... одноручными всякими штуками. Несмотря, они уже знают, что я здесь. Ничего себе, стрелы! Мне каменная точно помогает? Стреляет как... Как умеет. А умеет неплохо. У вас есть маг? Да что ты, родная? Проблема в том, что моя магия сильнее твоей. Сейчас надо кровотечение компенсировать. Слушай, ты страдать у меня будешь, ну? Сейчас был бы он с ближним, можно было бы его в клетку засунуть. Только мне кажется, что стрелять ему это не помешает. Ага. Да-да-да. Как скажешь, мой хороший. И теперь я задумался. И теперь, может быть, я хочу тяжелую броню. Сколько мы инвестировали в легкую уже? Тридцать. Ну, кстати, не так много. Пятнадцать навыков. Господа, я пришел за... Я даже не уверен, что именно здесь находится. Ой, у вас здесь троя. Это так хорошо. Действительно хочется покончить с ней. Есть такое... О, кузница. Сейчас посмотрим, что там крафтится. Прямо у этих бандитов. Лунный железный меч взял зачем-то. Так, двуручные. Стрелы. Стрелы по привычке схватил. Это моя проблема. Это моя проблема, да. Луки, стрелы. Это я не могу просто... Не... Ау-у-у-у-у-у-у-у. Я не могу пройти мимо. Так, септимы... Какой-то... Севиток. Или фиска. Так. Лунная булава. Это она? Заметки лунной кузнецу. Ну-ка, что я там могу? Давай. Это, конечно, надо еще найти. Так. Поехали. Нам нужна буква В. Веридиан. Надеюсь, оно здесь. Кожаная, небенянская, старая, скалы, тревелинг... А где? А как? А я не увидел. Может, оружие? Либо я не умею, поэтому мне не показывает. Да, надо будет подойти еще к какому-то профессионалу. Мне кажется, что из-за того, что я именно не понимаю, как это делать... Типа, ну, чертежи-то у меня есть, действительно, но... Скажем так. Дайте мне эти чертежи в реальной жизни, и чё? И что мне это даст? Ничего. Я просто почему много сейчас об этом думаю? У меня-то, ну, план, как именно я хочу собрать персонажей, есть. Вот. А мы пока ходим полностью в магической робби, пользуясь только заклинаниями. Просто потому, что мы только закончили Винтерхолд, хочется как-то обустроиться более-менее. И я пока что... Все, что я делаю, это в полного мага, значит, закачиваюсь. А это тоже не то, что я хочу. Ну, опять же, поскольку я говорил с упором на магию, нормально мы в итоге на что-то выйдем. А мне нравится, что вообще никто уже не в состоянии выдерживать молнию мою. Это прям неплохо. Почему такие все глухие, мне вот интересно. То есть я ваших людей буквально дезинтегрирую. Там 2-я умерла, нет, не понимаю. Да, умерла. А им как будто бы... Как будто бы и нормально даже. А ключа разве не должно быть? Как-то адептов взламывать неприятно. Вот кто? Вот этот был капитан? Нет у него ключа. А как так? Ха. Ладно. Нет ключа, и нет ключа. Как будто меня адепт когда-то останавливал. Тяжело он. Нащупал. Ну вот, пальцы-то ловки. Пальцы-то ловки и навыки есть. Запечатанный люк. Эта дверь открывает. Деревянную-то дверь открывает механизм. Понял. Так, и здесь кольцо. Кольцо разочарования. Оно что-то делает? А, ди-ди-ди... А, нет. Сопротивление разное дает, понятно. Кстати говоря, перед тем, как нести в музей, значит, все вот эти предметы, мне кажется, имеет смысл их разочаровать. Дневник Мауруса. Рюкзак Мауруса. Бессмертная кровь. Штука, за которой я не смогу сейчас двигаться. Картина. Что за дневник? Дневник Мауруса. Я просто никак не могу отвязаться от этих бандитов. Куда бы я ни направился, несколько из них остаются преследовать меня. Клянусь, если бы темное братство было бы в половину ленивее их, то и это стало бы чумой для Тамриэля. Кажется, мне придется оббежать целый обманный круг, чтобы суметь незаметно вернуться в подземелье, где я обнаружил охотничье копье Херсина, погребенное там много веков назад. Началось все с того, что когда-то южнее Салетюдских болот и немного западнее упокоище, я наткнулся на странное светилище, покрытое рунами. Когда я прикоснулся к этому камню, он засветился, и из него ударил луч свет, указывающий на юго-восток. Я отправился в том направлении, но за три недели пути не встретил ничего необычного. Пару месяцев спустя, исследуя местность неподалеку от Хелгена, я рассмотрел вдали нечто похожее на руины снежных эльфов, находящиеся южнее Ривервуда. Я отправился туда на разведку и обнаружил небольшое светилище, которое также стало испускать свет при прикосновении к нему. Его луч света указывал на север, примерно туда же, куда указывало и первое найденное мною светилище. Это меня, мягко говоря, заинтриговало. Около года спустя я наткнулся на третий указатель, который располагался выше драконьей стены на горе Антор. На этот раз светилище оказалось в виде двемерского бюста, и при прикосновении к нему из-за его глаз заструился свет. Тут же раздался подземный грохот, луч света был направлен на Йога-Запад, и я решил определить, куда же они все указывали. Прочертив на своей карте три луча, я увидел, что они пересекаются на лагере Тихих Лун, точнее, чуть-чуть правее его. Я решил не терять времени и приступил к раскопкам руин Тихих Лун. Я нанял пару землекопов, а также несколько наемников для охраны, и после долгих мучений мы в конечном итоге обнаружили в затерянном подвале одну из разрушенных башен металлический люк. Люк легко открылся, хотя и выглядел так, будто его не один раз пытались вскрывать в течение многих десятилетий. Внутри оказалось изысканно украшенное двемерское копье. Я предполагаю, что это хранилище было построено с явным намерением скрыть от всех это копье, задействовав совместные усилия трех культур — древних нордов, снежных эльфов и двемеров. Некоторое время я не расставался с копьем, пока не пришлось бросить его из-за группы бандитов. Они неотрывно преследовали меня, пытаясь отобрать все ценное, что у меня было. Как бы я не скрывался, они все равно находили меня, вероятно, из-за каких-то особых свойств копья. Теперь моя единственная ценность — манускрипт, великая книга древней магии, обладающая безграничными знаниями. Как я понимаю, чем больше я раскрываю тайн в своих путешествиях, тем мощнее она становится. Это не том заклинании как таковой, он вообще не похож на что-либо, виденное мной ранее. Книга как бы передает мне свойства различных предметов и раз... в сутки предоставляет некоторый способ... Господи, некоторые способности, как ты писал, в зависимости от выбора соответствующего пункта на ее страницах. Это поистине удивительный артефакт. Похоже, что сегодня я сделаю свой последний шаг. Я решил запечатать манускрипт в хранилище, в котором когда-то ранее я обнаружил копье и наглухо закрыть дверь. Все, что я могу теперь сделать — это ждать. И ты решил умереть. А как теперь открыть этот люк? А, нужно сначала открыть все остальные места. Кольцо трансмутации. Так, ну я это сделаю, просто пока, к сожалению, не представляется такой возможности. Надо что-то выкидывать. Например, шлем, да. Ну да, сейчас надо будет вайтран вернуться, сдать... У меня есть там на продажу. Там какие-то всякие амулеты. Даже скорее не амулеты, а... Обручи, кольца, вот эти все штуки. Их надо будет просто попродавать. Либо и попродавать, и поразочаровывать. Так, все. Вышел там же, где зашел. Все, вайтран. Не получилось почему-то. Надо отдохнуть. Да, конечно, я немножко подзабыл про то, что... Че это? Двеймерский меч просто торчит. Ну пусть торчит. Про рифтон я подзабыл. Туда совсем неудобно сейчас будет перемещаться. Максимально. С другой стороны, а че поделаешь, да? Кто на меня нападает? Как вообще заклинание определяет, что я нахожусь в бою? Почему такое условие странное? Я лечу быстрее прогрузки травы. Далее какие у меня магические способности? У меня сейчас вайтран будет весь. Без всего. Ну, почти. Ну, неплохо в целом. Тяжелые доспехи, тяжелые доспехи. Надо сейчас поспать. Попытаться их надеть и посмотреть, какая будет скорость. Потому что у меня сейчас она ограничена из-за того, что суперусталость. Ну, надо посмотреть, как там с... С нормальным состоянием Адриана. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещей. Не, как-то после последнего раза прикупать у меня ничего не хочется у тебя. Мне интересно... Что я не могу у тебя это попросить, понятно. Если что понадобится, загляни в магазин. Загляну в магазин. Мне надо еще с маской разобраться, кстати, деревянной. О, че я сейчас сделаю. Я деревянную маску нацеплю. Она эффект раскрывает при надевании, так что... Так, есть ли что-то, что я хочу разочаровать? Такой у меня вопрос. Вот, пожалуйста. Вот на тунике есть зачарование. Маги регенерируются на 75% быстрее. Вот мне вот это разочаровать. Это уже практически маракей будет. Там без второго эффекта. Да, на смараке взять я не могу. Кольцо трансмутации. При этом эмулет Сауа Сарана спокойно можно использовать зачарование. Непонятно, как это работает, конечно. Ну, вроде нет, нет, давай зайдем... Нет, подожди. Зайдем в габилетору, да. Весь в грязи, в говне. Не доводилось обо мне, слышите? Не доводилось. Нет. Вообще не доводилось. Нет. Не представляю, кто-то такой. Хочешь выпить? Да подождите вы выпить. Мне нужна комната, Иванна. Хорошо, она твоя, Надень. Иванна нужна. Хотя, Ванна, наверное, подожди. Так, ладно. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Я знаю, где здесь комната, отстань. Не надо меня беспокоить. Ну-ка. Деревянная маска тихо гудит, наполнена незнакомой энергией. И чё? И ничего? Дай мне знать, если тебе ещё что-нибудь нужно. Ага. А там что с ней? Или пока ничего? Есть и необычный камень. У меня нет задания с маской, да? Ну, видимо, маска. Просто, просто маска. Сейчас мы сначала поспим, потом помоюсь. Чтобы это было логично хотя бы. Так, 4 вечера. Ну, смотри. Можно отоспать, допустим, часов 9. Нет, 9 чё-то много. А нет, 9 нормально. Подожди, я могу спать больше 12. То есть можно отоспать где-нибудь 13 часов. В 5 утра, там ближе к 6. Выйти к повозчику, чтобы наткнёс меня в Рифтон. И уже там отработать. Но я думаю, что там всё равно будет быстрее процесс. Потому что в Рифтоне нужно будет просто добежать до лагеря. И всё. В принципе, всё, да. Так. Продолжаю пытаться сделать что-то с разрушением. Какой следующий потолок? 64. Спасибо большое. Блин, это так долго, если честно, до сотого уровня поднимать. Я вообще в шоке. И это уже столько тратит. Вон скиллпоинтов, что кошмар. Так, альтерейшн туда же. Ну всё. И вот у меня 81 полностью свободных скиллов. Потому что всё остальное у меня не так. Хотя всё-таки ресторейшн я бы чуть-чуть тоже бы поднял. Ой. Типа где-нибудь до сорокового хотя бы. Так. Ну а теперь здесь. Наверное, поскольку одна ручка у меня будет в любом случае. Можно просто в одну ручку пока закинуть. Я с бронёй пока не понимаю. Я вообще пока что в ступоре в этом плане. Вон до 50 у меня уже одна ручка. Практикуюсь. Просто периодически практикуюсь. Так, а если у меня остаются скиллы, то... Да, скиллпоинты останутся. Ну всё, тогда я оставлю то, что есть. Так, ну давай, допустим, посмотрим. Потому что проблема не в скорости перемещения. Проблема в том, что я буду бить мечом. И это будет очень тяжело. Из-за вот как раз таки передвижения. Ограниченного. В некотором смысле. Хуль, да? Что за странная эта позиция за него? Да, потому что есть места, где люди пользуются такими мечами. Да, можно ванну. Отлично. Это страшно представить, но может быть у меня тоже будет кривой меч. Сомневаюсь, конечно. Как-то не в стиле, ты знаешь. Не нравится мне. Прямой, красивый, адекватный, удобный меч. Так, у меня, по-моему, закончили... Нет, не закончилось мыло, но... Но потихоньку. Так я ненавижу вот эти задания, которые просто сходи в этот город, в этот город. Потому что, по сути, с этими артефактами мне надо было в Вайтран, в Маркарт и в Рифтон. Это просто три разные города, которые находятся в разных частях. Ужас. Помолиться надо. Я не знаю, там вот 130, типа, что будет, когда будет 200? Он мне этот ультимативный баф еще сильнее запишет, или что? Или это просто, скажем так, креди... Почему? Что? Лучше держись подальше. Не понял. Закрыли дверь. Выйти нельзя. Что это такое? Кошмар какой-то. Да, проблема только в том, что я ничего продать не смогу сейчас. Но можно продать ведь и в Рифтоне. Правильно, правильно. В Рифтоне, кстати, ничего. Тут нет по доске объявлений, если посмотреть. Место доставки. Маркарт. Ферма. Хьялмарк. Виндхельм. Не. Чего? Чего? А кто нападает? Бандиты решили напасть на Вайт. Они иди... Пошли. Что вообще? Без проблем. А доставки. Продолжение следует...